Добрый вечер! В прямом эфире новости ТВК в студии Дарья Тарасенко. И прямо сейчас коротко главные темы этого дня. Макароны были, просто комок макарон упал, и он просто как комок снежный. Ну это ж как дети могут есть. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за многочисленных нарушений в системе школьного питания. Но подозреваемых нет. Кто же ответит? Разбирался Виталий Поляков. Рамзан Кадыров опубликовал видео, как его 15-летний сын Адам избил обвиняемого в сожжении Корана и написал, что гордится этим поступком. Подробности через 8 минут. Жуки на стол, полиция. Бордель под видом массажного салона обнаружили силовики в советском районе Красноярска. Организовал его 58-летний мужчина вместе с сыновьями. Этой осенью в Красноярске планируют открыть новые интересные заведения от главных ресторанных групп. Традиционная грузинская кухня, экспериментальные блюда из Азии и возрождение этно-гастрономических сибирских блюд. Этой осенью в городе откроется сразу несколько новых ресторанов. Когда именно и где, расскажем в третьей части выпуска. Частный жилой дом горит в районе Гайдашовки на улице Матвеева. Видео в редакцию ДВК прислали очевидцы. На кадрах огнем охвачено двухэтажное здание. Дым от пожара виден из разных точек города. Как рассказали в МЧС, сообщение о возгорании поступило в 18.15. Площадь пожара 200 квадратных метров. На тушении работают 25 человек и 8 единиц техники. И прямо сейчас на месте находится мой коллега Анатолий Качаев. Толя, что еще известно о ЧП? Даша, да, сейчас я нахожусь на месте возгорания. Оно началось, как рассказывают очевидцы, в начале седьмого часа. Если быть более точным, то в 18 часов 14 минут. Как вы видите, за мной находится этот самый дом. Он поделен на две части. Первая часть это Матвеева 8, вторая часть Матвеева 6. Очевидцы рассказывают, что возгорание началось с части, где находится кочегарка. Как будто бы с первого этажа пламя стало подниматься все выше и достигло высоты третьего этажа. В этот момент в доме, конечно, находились люди. В части Матвеева 8 проживала семья из четырех человек. Там находились их дети, это были взрослые дети. Они увидели огонь и сразу покинули помещение. Сейчас на этом месте, как вы видите, работает спецтехника, пожарная, скорая помощь. Приехала газовая служба. Матвеева 8, как рассказывают собственники этого дома, имел собственную систему обогрева. Это газ. Что касается второй части дома, то это уголь, кочегарное отопление. Хочется отметить, что собственники части номер 8 говорят о том, что соседи жили не одни. Это помещения, которые сдавались. Кто-то сообщает о том, что это был некий, так скажем, отель. Люди тут проживали в небольших гостиницах. По предварительной информации, пострадавших нет. То есть все успели выйти из дома до того, как он стал пылать. Пламя было видно практически со всех точек северного. Северного – это столбы дыма. Сейчас пожарные поливают водой то, что еще тлеет. Вы видите пары, видите ту самую кочегарку, она находится прямо за моей спиной. Люди сообщают о том, что идти им буквально некому, не у всех есть родственники, потому что ночевать в этом доме сегодня практически невозможно. Даша, мы смотрим, что тут происходит сейчас. Сейчас приезжала газовая служба. Они проверяли дома на предмет того, как поведет газ. По предварительным данным он не взорвался. Пока ситуация развивается таким образом, будем следить, что будет дальше. Собираем информацию. Даша, на этом у меня все. Спасибо. Это был Анатолий Качаев. Прямо сейчас он находится на улице Матвеева, где горит частный дом. Мы будем следить за развитием событий, но пока продолжаем выпуск. Еще один пожар произошел сегодня утром. Общежитие загорелось на правобережье. По данным МЧС, возгорание началось в 8.30 в 9-ти этажке на улице Чайковского. Когда спасатели приехали на место, из окна второго этажа валил черный дым. Площадь пожара 20 квадратных метров. 95 жильцов эвакуировали самостоятельно. Пожарные вывели из здания еще 8 человек. Один из них маломобильный. На месте работали 14 единиц техники и 42 человека. По данным прокуратуры, причиной пожара могла стать неисправность проводки. Удлинитель в одной из комнат не выдержал напряжения. В него были подключены кулер, холодильник и телевизор. В это время в квартире находился ребенок. Десятилетний мальчик не пошел в школу из-за болезни и спал. Он проснулся от запаха гари, зашел в соседнюю комнату, увидел возгорание и выбежал. Огонь ликвидировали за полтора часа. По факту происшествия проводится проверка. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за многочисленных нарушений в системе школьного питания Красноярска. На кухнях не хватает поваров, необходимого инвентаря, есть вопросы к качеству продуктов. Но кто за это ответит, пока не ясно. Подозреваемых в деле нет. В мэрии признают в начале учебного года. Проблемы в этой сфере были, но сейчас ситуация якобы улучшилась. Так ли это? Сегодня выяснял Виталий Поляков. А почему не пропускать? Вы услышали? Я ответила. Я ответила на данный вопрос. Следующий вопрос. Это 19-я Красноярская школа. Исполняющая обязанности директора не хочет, чтобы наша съемочная группа проверяла, все ли хорошо в местной столовой. Но после консультации с начальством нас все-таки пропустило. В 19-й школе мы не просто так. Зрители прислали нам это видео. Они недовольны, что есть, приходится рядом с тараканами. Директор уверяет, что ролик записан не в ее столовой. Мол, желтых подносов в школе просто нет. Нет, у нас желтых разносов в столовой нет. А вот посмотрите, он туда за девочкой. Там не желтый разнос стоит. А вы посмотрите, который у вас. У вас квадратный, а там круглый стоит. Разница есть? Так у вас, не понял, вы сказали желтых, а разносов у вас нет. Я не уточнила, что желтых квадратных разносов. Но на кухне этой столовой тараканы почти в каждом углу. Почему работники пищеблока не убрали, их непонятно. Заметны и другие нарушения. График санитарной уборки холодильника не ведется. То ли этот документ просто не заполняют, то ли последний раз оборудование чистили в январе. С таким подходом неудивительно, что насекомые здесь чувствуют себя как дома. У нас нет тараканов. Ну вот, сняли только таракан. И ребята нам скидывают, что у вас есть. Ну, то, что скинули, я с этими согласна. Все школы идентичны, положили раздача. И желтые разносы. У меня вообще нет желтых разносов. Школьники своим родителям тоже регулярно жалуются на питание. Говорят, вкусный здесь только плов и запеканка. Остальное не грех и тараканам отдать. У меня вот сюда ходят две внучки, но как бы обе не нравятся, недовольны, невкусно. Что они говорят, что именно? Что невкусно, но все невкусно. Пьют только там и сли чая, бутерброд какой-то и все. А что думаете, как надо вот изменить ситуацию? Это же многие годы вот... Надо готовить по-домашнему. Ну, как если вот вчера, она говорит, макароны были, просто комок макарон упал, и он просто как комок снежный. Ну, это же как дети могут есть? А это 157-я школа в Преображенском. В начале сентября здесь побывала ведущая проверки на ТВК Екатерина Кашутчик и обнаружила гнилые овощи на кухне и, судя по всему, вечного спутника школьного питания – таракана. Но, судя по всему, работники столовой сделали выводы. Сегодня ни насекомых, ни испорченных продуктов мы не обнаружили. Правда, дети здесь едят неохотно. Большинство блюд приходится выкидывать. Череда вот этих последних событий, очень таких непростых в городе, связанных с организацией питания, она привела к тому, что у родителей есть легкая паника по поводу того, чем и как кормят их детей. И это привело к тому, что ребята кушать стали хуже. И вот в этом плане, пользуясь случаем, я бы хотела обратиться к родителям, успокоить их. Любой из них может прийти в образовательное учреждение. Наше, любое другое, неважно. И попробовать, и посмотреть самим. Скандалов в новом учебном году с питанием было действительно немало. Межрегиональная кейтеринговая компания, которая взялась кормить детей, не справилась со своей задачей. В начале сентября обедов на всех школьников просто не хватило. Прокуратура выявила и другие нарушения, в том числе некачественные продукты. Недостатки зафиксированы в 77 школах из 101. В мэрии говорят, что сейчас ситуация выправилась. Налажена ритмичная поставка продуктов питания во все школьные пищеблоки, что позволяет иметь необходимый запас на несколько дней для приготовления блюд в соответствии с цикличным меню. В 90% школ уже установлены терминалы безналичной оплаты питания, что позволяет исключить наличную оплату и упрощает процесс выдачи блюд ребятишкам. И на сегодняшний день мы можем четко сказать, что на каждой пищеблоке есть минимально необходимое количество персонала. Удивительно, но подрядчик, допустивший срыв школьного питания от работы, до сих пор не отстранен. Блюда продолжают готовить из дешевых продуктов. Член Координационного совета по защите прав потребителей при губернаторе Игорь Болбат считает, что кто-то явно наживается на детях и поэтому покрывает организатора питания. Самое страшное, что результатом вот этих всех коррупционных схем становимся мы родители, становятся наши дети. И поэтому вот это полное безобразие должно когда-то прекратиться. Но сегодня поддерживают в Красноярском крае на самом высоком уровне этого организатора питания. В общем, школьное питание продолжает оставаться большой проблемой. Возможно, ответственных смогут привести в чувство уже силовики. После выявленных многочисленных нарушений в столовых возбуждено уголовное дело. Виталий Поляков, Вячеслав Кебиков. Новости ТВК. Бордель под видом массажного салона обнаружили силовики в советском районе Красноярска. Нагрянуть заведение полицейские решили после сообщения от жителей. В заведении находились две девушки 97-го года рождения и администратор. Руки на стол, полиция. Руки на стол. Руки на стол. Выяснилось, что салон, где оказывают интим услуги, организовал 58-летний красноярец вместе с сыновьями. Работницы привлекали с помощью объявления о наборе массажисток. В ходе обыска силовики изъяли документы и сотовые телефоны. На мужчин завели уголовные дела по статьям об организации проституции и вовлечении в нее. Отца отправили под домашний арест. Сыновьям установили запрет на общение с определенным кругом лиц. Сейчас полицейские выясняют, сколько девушек работало на семью. Самообсуждаемый ролик последних суток. Рамзан Кадыров опубликовал видео, как его 15-летний сын Адам избил обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавлева, который сейчас находится в СИЗО. На кадрах молодой человек в камуфляже ногами и руками бьет Никиту по голове. Затем валит жертву на пол и наносит множественные удары по всему телу. В своем посте глава Чечни подтвердил, что нападавший это его сын и написал, что гордится этим поступком. Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посигнувший на любое священное писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание. Без преувеличения. Да, я горжусь поступком Адама. Его всегда отличало желание расти не среди сверстников, а среди более старших, благодаря чему у него формируются взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии. Уважаю его выбор. Кадырова и сына публично поддержали люди из ближайшего окружения. Так, депутат Государственной Думы от Республики Чечня и дядя Адама Кадырова Адам Делимханов в своем телеграм-канале написал, что также гордится племянником и считает его поступок, цитата, «правильным и справедливым». Конец цитаты. Правозащитники отреагировали на ролик иначе. Первая была член Совета по правам человека при президенте Ева Маркачева. Она заявила, что глава Рамзан Кадыров бросил вызов правовой системе. По сути, это вызов всей правовой системе России. В конкретном регионе показали, что они могут совершать преступления, и им за это ничего не будет. В противном случае не стал бы Рамзан Кадыров публиковать доказательства конкретного преступления. А публичные лица не стали бы говорить, что да, это сделал такой человек с такой фамилией, выступая, по сути, свидетелями. Это вызов. И дальше будет следующий и следующий. Он, я боюсь, будет еще страшнее. Меркачева добавила, что готовит запрос с требованием вывести Никиту Журавлева из учреждения ФСИН Чечни, учреждения ФСИН другого региона. Кроме того, член Совета по правам человека при президенте заявила, что попросит следствие принять меры, так как это видео, по ее словам, является доказательством преступления. Видео прокомментировал и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Уничтожение священных книг, будь это Коран, Библия или Тора, общественно опасное деяние, оскорбляющее чувство миллионов верующих. Такие действия сеют в обществе межнациональную рознь, нетерпимость и вражду. Поэтому они не могут оставаться безнаказанными. Однако, какое бы страшное преступление не совершил человек, он должен ответить за него перед судом по закону. Таковы принципы нашего правового государства. И во время следствия в СИЗО он, безусловно, должен содержаться по правилам, которые установлен законом. Об избиении высказался депутат ЗАГСобрания Алексей Кулеш. Он опубликовал пост в своем телеграм-канале. Того, что ничего за этим видео не последует. Все же надеюсь, что Следственный комитет РФ не оставит без внимания этот вопиющий факт нарушения законов Российской Федерации. С резкой критикой выступила Ксения Собчак. Она опубликовала об этом множество постов. В итоге Собчак сообщила, что ей по видеосвязи позвонил Рамзан Кадыров. Разговор якобы длился около 40 минут. Кадыров заявил, что если суд решит, что 15-летний Адам виновен, то он понесет наказание по всей строгости закона. В свою очередь Собчак написала, что сама готова написать заявление в Следственный комитет, если ведомство самостоятельно не заведет дело по сообщениям СМИ. Напомню, 19-летнего Никиту Журавеля задержали 20 мая в Волгограде из-за сожжения Корана в районе городской мечети. Позже по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина его дело передали в Чечню, а самого Журавеля перевели в СИЗО в Грозном. Бывший журналист-коммерсант Иван Сафронов оказался в туберкулезной больнице Гувсина. Об этом сообщает телеграм-канал его сторонников. В заметке указано, что Сафронов сам сообщил об этом в письме от 22 сентября. Известно, что заключенный ждет распределения. Ранее родные и близкие потеряли Сафронова. Его вывезли из исправительной колонии номер 7 в Орейском в неизвестном направлении. Напомню, Иван Сафронов осужден на 22 года по статье о госизмене. Его признали виновным в работе на одной из спецслужб НАТО и передаче секретных данных чешской разведки. Бывший журналист и советник руководителя Роскосмоса утверждал, что ни разу не видел ни одного секретного документа и шпионом не был. Продолжение следует... Респираторными и вирусными инфекциями заболели около 16 тысяч жителей края. Пока уровень заболеваемости не превышает эпидемического порога, случаев заболевания гриппом в регионе не выявлено. Несмотря на это, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют ставить прививки уже сейчас. В крае вакцинировались более 324 тысяч жителей. Из них почти 92 тысячи – это дети. Рыть Красноярское метро будет проходческий щит «Елена». Как рассказали в сообществе «Московский транспорт-мониторинг новостей», из Москвы Елену отправляют в командировку в Сибирь. Напомню, в Красноярске стартовал первый этап строительства метро. Планируют проложить линию от Высотной до Шахтеров. На улице Молокова уже начали строить первое притоннельное сооружение. Там будут эвакуационные выходы, вентиляция и водоотлив. Таких сооружений будет шесть. Работы также идут на площади Революции и улицы Копылова. Когда щит «Елена» прибудет в Красноярск, неизвестно. Официальное название оборудования – «Робинс». Его использовали при строительстве станций Некрасовская, Троицкая и Большой кольцевой линий. Во время работ на станции Каширская «Елена» развела скорость 500 погонных метров в месяц. Такой темп специалисты называют фантастическим. Имя «Елена» щит получил из-за традиции метростроителей называть такое оборудование женскими именами. Например, в Москве также работал щит «Анастасия», а в Сочи – «Виктория». По словам гендиректора компании «Метрострой» Вадима Александрова, это связано с тем, что покровительница всех горняков и подземных строителей – женщина. Опасную гору песка, которая находится в сквере «Казачий» убирают. Техника начала работать сегодня. О насыпи новости ТВК рассказывали ранее. Местные жители жаловались, что на горе играют дети, и их запросто может засыпать. А ветреную погоду песок разносит по округе, и он оседает на припаркованных автомобилях. Тогда в мэрии ответили, что складирование грунта – вынужденная мера, он необходим для обратной засыпки котлована – здания будущего бассейна. Теперь же, как пояснил подрядчик, работы по засыпке закончены, грунт больше не нужен, а на месте «Кучи» продолжат благоустраивать сквер. Благоустройство будет. Благоустройство будет. В течение недели заберут вся и все, ничего не останется. Сквер «Казачьи» начали благоустраивать в 2022 году. Рабочие уложили брусчатку, пешеходные дорожки, установили скамейки и освещение. В 2023 году начали работы по строительству многофункционального комплекса спортивного и культурного назначения с бассейном. Закончить работы планируют в апреле 2025-го. На ТВК продолжается проект «Возрождение Центрального парка». Сегодня выходит вторая серия. В ней расскажем, как парк переживал 90-е годы. Елизавета Ополева разбиралась, стало ли это время печальной страницей для любимого красноярцами места. Большинство посетителей Центрального парка уверены, он давно требует ремонта. Люди говорят, место стало приходить в упадок еще в 90-е годы. Детское кафе «Самолет Карлсон» закрылось, сосны стал поедать жук, аттракционы облупились и заскрипели. Территорию потихоньку начали арендовать мелкие предприниматели и открывать кафе. А в 2002 году и вовсе весь парк отдали в аренду на 25 лет. Красноярцы, которые помнят это место в 90-е, рассказывают, какими бы радостными и теплыми не были воспоминания о юности, парк всплывает в памяти заброшенным. Не было должного ухода за деревьями, дорожками и аллеями. Зато открылось множество шашлычек, ларечков с пенными напитками и пирожками. Конечно, аттракционы были уже не совсем в хорошем состоянии, но не работали. Парк всегда работал, но с учетом 90-х годов было меньше дать финансирования. И тогда он всегда требовал какого-то ремонта, допустим, не капитального, но что-то надо было ремонтировать. Вот, естественно, вот исчезла же, танцплощадка исчезла, повторюсь, шахматношачный, вот. Ну, тут, возможно, еще какие-то были сейчас сразу, самолет, помню, стоял там. Я просто помню, деревья такие были, вот, прямо изъеденные гусеницами. У меня вот такое воспоминание. Ну, и немножко такая вот заброшенность какая-то была. Мусор, листья неубранные. Помню, пирожки вонючие, беляши. Это было. Вот. Ну, чай, кофе нет, пиво. Реко лилось. В начале 90-х у властей были попытки восстановить красоту парка, но после перестройки попросту не было денег. Парк оказался брошенным, рассказывают эксперты. Когда в 90-е годы все заводы пошли уже в приватизацию, все заводы в социальную сферу стали, то есть они ее не приватизировали, они от нее отказались. То есть город, понятно, взял все это на себя. И, естественно, денежных средств в 90-е годы, ну, вот, на объекты, такие вот, как парк, то есть вот объекты, что называется, благоустройство города, конечно, они были уже на, скажем так, на каких-то дальних ролях. И это естественно, поскольку людей нужно было учить, лечить. Держался он только благодаря выручке с аттракционов, уверены эксперты. Продолжали приходить частники, но они только ставили новые ларьки и кафешки. Парк как будто перестал быть местом спокойного отдыха. Это время действительно было страшное, когда не хватало и денег, электроэнергии, всего. И парк это было тем местом, где, извините, одним из главных местом, наверное, была шаровня, где играли, соответственно, в бильярд и на деньги и тому подобное. Это было место засилия неких таких элементов, которые, как бы, не то, что нужно. И в 90-е годы, когда у города совершенно не было денег, чтобы вкладывать их в такую вот парковую городскую культуру, парк совершенно захилел. Там нередко происходили сходки неформалов и не вызывающих доверия граждан, рассказывают эксперты. Так, кафе «Самолет Карлосон» в 1992 году уничтожили вандалы. Непростую судьбу центрального парка в 90-е подтверждают и репортажи телекомпании ТВК тех времен. Центральный парк Красноярска в последний раз частично реконструировали в 80-м году. Именно тогда на центральной аллее посадили голубые елочки. Теперь это большие красивые деревья. А вот то, что было посажено раньше, сейчас в плачевном состоянии. Окраины парка приобрели явно заброшенный вид и требуют срочной обработки. В 2000 году в парк пришло новое городское руководство. Место досталось им в удручающем состоянии. Пришлось вывозить тонны металлолома, десятки грузовиков с мусором и убирать старые деревья. Но этого было недостаточно. Власти решили призвать на помощь крупный бизнес. В итоге в 2002 году мэрия передала парк компании Пикро в аренду на 25 лет. Чтобы получить доход, завод стал устраивать там мероприятия, где пикровские напитки и пиво лились рекой. Однако, как говорят историки, это не исправило ситуацию, и серьезных вложений в парк по-прежнему не было. А сейчас, спустя 20 лет, в его судьбе наконец-то наступает новый этап. Компания Русал настроена вернуть парку былую красоту. Ларьков как в 90-е здесь уже не будет. Все объекты выполнят в едином стиле, у каждого будет функциональное назначение. После реконструкции территорию поделят на четыре зоны. Центральная входная группа с качелями, детские площадки, зона с аттракционами и зона с маркетом и фудкортами. Тропы с деревянными настилами заменят дорожки из разбитого асфальта. Благодаря обновлению инженерных коммуникаций парк станет круглогодичным. Уже сейчас построили новое здание оранжереи, которое будет снабжать парк цветами. На аллее Центрального парка уже построены административные здания и новые оранжереи. Раньше в Центральном парке тоже была оранжерея, где выращивали многолетние цветы и растения. Но это был неприглядный сарайчик, спрятанный за другими постройками. Сейчас это образец современных интересных зданий, которые эстетически привлекательны. И они тоже будут доступны всем гостям парка для посещения. В них будут работать садовники, для них тоже построены отдельные здания. Стеклянные витражи оранжереи позволят гостям круглогодично любоваться растениями и цветами. Кроме оранжереи вдоль аллеи будут расположены административные здания. Они будут зелеными, на крышах высадят интенсивный газон, который почти не нуждается в уходе. Для него используют низкорослые травы. Такой опыт будет впервые применен в Красноярске. Сочетание ландшафтного дизайна и новых архитектурных форум выведут парк на новый уровень, о котором в 90-е могли только мечтать. Елизавета Ополева, Владимир Антонов, Надежда Шепенева, Новости ТВК. Первый снег, оркестр на свалке и важный матч с ребенком. Эти видео стали самыми популярными в соцсетях ТВК за неделю. Что еще смотрели и комментировали красноярцы, покажем в рубрике «Слово админу». Всем привет! Меня зовут Виктория Потапенко. Вы смотрите рубрику «Слово админу». Прямо сейчас расскажу, что читали и обсуждали красноярцы на этой неделе. Снег выпал на юге Красноярского края. Немного припорошила трассу Красноярск-Абакан. Водителей просят быть осторожными. А это видео снято на выходных. Такая обстановка была в Ермаковском районе и неподалеку от парка Ергаки. Небольшой снежок выпал и у нас под Красноярском. Это станция «Лесная». Вот такой сибирский сентябрь. Оркестр среди гор мусора, бульдозеров и экскаваторов. Таким видео сибирский юношеский оркестр решил привлечь внимание к проблемам экологии. Музыканты исполнили композицию в пещере Горного Короля. Провода возле Таргашинской лестницы закоротила на этих выходных. К счастью, никто не пострадал. И красиво, и страшно одновременно. Уличного музыканта сняли на видео на улице Щерса. Девушка сыграла перед прохожими на флете. Красиво, очень завораживает, пишут в комментариях. Ну и завершаем подборку с самым милым видео на сегодня. Папа пришел на рыбийный матч вместе со своей дочкой. Находчивости мужчины можно только позавидовать. Это был обзор всего самого читаемого и обсуждаемого в соцсетях ТВК. Мы есть во всех соцсетях, но если хотите узнавать новости первыми, подписывайтесь на наш телеграм-канал ТВК Нью. Переходите по QR-коду. И помните, что ТВК – это не только ТВ. Красноярские трамваи начнут ходить по новым маршрутам. С чем связаны изменения и какого участка они коснутся, подробнее об этом не только в рубрике «Новости коротко». Красноярские трамваи поменяют маршруты. Об этом предупредили в департаменте транспорта. Со 2 октября изменятся схемы движения трамваев номер 5, 6 и 7, а трамваи номер 4 и вовсе перестанут ходить. Все из-за ремонта путей. На него потратят почти 816 миллионов рублей. Специалисты снимут контактную сеть, заменят старое рельсовое полотно новым. Завершить ремонт планируют в 2024 году. После этого все трамваи вернутся к прежним схемам движения. С Красноярских улиц начнут убирать пальмы и туи. Об этом рассказали в мэрии. Вывозить деревья начнут 27 сентября. На зиму растения переселят в теплицы Управления зеленого строительства. В этом году пальмы простояли на городских улицах 119 дней. Обычно этот период больше на 2 недели. Но из-за прохладной весны пальмы появились на городских улицах чуть позднее. Появятся ли экзотические деревья на Красноярских улицах в будущем году, неизвестно. Весной Владислав Логинов сообщал, что пальмы заменят более низкими деревьями, так как они слишком выросли и их сложно транспортировать и содержать. В Красноярске стартует благотворительная акция «Подай лапу помощи». Все желающие могут привезти корм или другие нужные вещи для бездомных животных, живущих в приютах Алькиндом и Хатико. Принимать будут сухой и влажный корм для кошек и собак, крупы, мясные консервы, а также ошейники, поводки, подстилки и ветошь. Привозить помощь можно по будням до 13 октября включительно. Адреса пунктов приема вы можете видеть на экране. Более подробную информацию можно узнать по телефону 205-20-19. Традиционная грузинская кухня, экспериментальные блюда из Азии и возрождение этногостономических сибирских блюд. Эта осень обещает быть богатой на открытие новых ресторанов в Красноярске. Какие заведения появятся в нашем городе, выясняла Валерия Пескун. Этой осенью в Красноярске планируют открыть новые интересные заведения от главных ресторанных групп. Куда можно будет сходить в гастрономической столице Сибири уже совсем скоро. Подборка прямо сейчас. Первое заведение «Хмели сумели на взлетке» – это новый проект от холдинга «Беллини». Хинкальная откроется на месте ресторана «Коко Шинель» на Октябрьской. Главным блюдом заведения станут, как и ожидаемо, хинкали с различными начинками. В меню будут также традиционные грузинские закуски, супы, салаты и горячие блюда. А фишкой заведения станет печь в середине зала. В ней перед гостями будут выпекать хачапури и хачины. В «Хмели сумели» будет 50 посадочных мест, а средний чек составит 750 рублей. Открытие нового грузинского ресторана планируют на середину октября. На проспекте Мира тем временем завершается ремонт в помещении ресторана «Фреско». Здесь в ближайшее время откроется паназиатский ресторан «Фреско Айжа». Итак, из главных фишек – это открытая кухня, японская сакура в центре зала в качестве полного погружения в дух Азии и экспериментальные комбинации вкусов из азиатской кухни. В заведении обещают 60 посадочных мест. Еще одно ожидаемое заведение этой осенью – «Вилла Роберто». Его открывает ресторанная группа «Виар». В меню заведения будут пицца из печи, паста и другие итальянские блюда. Окунуться в атмосферу Италии в самом центре Красноярска можно будет уже в ноябре этого года. В здании речного вокзала на Дубровинского собираются возродить легендарный ресторан «Садко». Это перезапуск заведения, которое находилось здесь в советские годы и когда-то считалось самым престижным в городе. За проект взялась команда «Берри Вуд Фэмили». Формат нового «Садко» звучит как премиальный ресторан впечатлений. И действительно впечатлять красноярцев собираются по-крупному – от концепции до меню. Концепция строится на знаменитой и абсолютно точно привязанной к этому месту, к этому названию сказке о купце Садко, о земном герое, который опустился к морскому царю в подводное царство. На этом строится вся концепция и все точки контакта, и все вещественные доказательства, в том числе меню, процессы, промоушен. Все будет построено вокруг этого, но через современное осмысление. Основа кухни – это рыба, морепродукты, морские гады, ракушки и так далее. Открытие исторического заведения «Садко» – это возрождение этногастрономических традиций в самом сердце Сибири, уверяет ресторатор Дмитрий Журкин. Точные даты открытия легендарного заведения пока не называют. Ориентир – конец ноября. Валерия Пескун, Артемий Мячин, Владимир Антонов, ТВК. Если вы чувствуете боль в коленях, вам тяжело их разгибать, есть небольшая припухлость, все это может стать симптомами кисты Бейкера. Как распознать заболевание, можно ли его вылечить, прямо сейчас расскажет врач Владимир Хиновкер в рубрике «Вопросы доктору». Здравствуйте, это «Вопросы доктору» и я врач-интенсивный терапевт Владимир Хиновкер. Сегодня поговорим о частом диагнозе у наших ортопедов – о кисте Бейкера. Что такое киста Бейкера? Как распознать, что она у меня появилась? Киста Бейкера – это грыжевое выпячивание синавиальной оболочки коленного сустава. Вот коротко ответ на простой вопрос. Хирург Бейкер в конце 19 века, в 1870 году, открыл вот эту вот кисту Бейкера, которая есть в выпячивании под коленкой, и назвал своим именем. Вообще болезни называют чаще именем врачей, которые их открыли и описали. Иногда, что реже бывает, именем пациентов, у которых в первый раз эта болезнь была уникальным образом описана. Так вот, еще в 19 веке хирург Бейкер понял, что киста Бейкера – это не самостоятельное заболевание, а что-то связанное с самим коленным суставом, с патологией этого коленного сустава. Вот если в суставе есть какое-то хроническое воспаление, и в нем есть синавиит, то есть большое количество выпота, то иногда суставная капсула, суставная сумка может выпячиваться назад между мышцами, и тогда, когда он становится большой, мы щупаем сзади на коленке такое вот округлое образование, эластичное. Скорее всего, оно вас не будет беспокоить, но если оно будет большое, то будет мешать коленке сгибаться и даже иногда блокировать ее. Как образуется киста Бейкера? Как уже было сказано, киста Бейкера – это, как правило, проявление какого-то хронического воспаления в суставе. Какой-то артрит, какой-то артроз, инородное тело в суставе может поддерживать хроническое воспаление, такие вот суставные мышки, разорванный мениск где-то с краю сбоку, разволокнившиеся связки внутри сустава крестообразные. Вообще сустав очень благодарный, ортопеды очень благодарны этому суставу за такое интересное устройство. Они много и с удовольствием его оперируют. Как правило, эти ортроскопические операции заканчиваются серьезным улучшением или полностью исцелением пациентов. Проводятся через маленькие проколы. Все эти операции очень сильно любят, потому что результат виден, как правило, сразу, и он хороший. Как ее лечить и к кому обращаться? С кистой Бейкера, конечно, нужно обращаться к ортопеду. К ортопеду-травматологу, желательно к тому ортопеду-травматологу, который умеет оперировать коленный сустав. И много их оперирует с помощью ортроскопии. Таких врачей сегодня в Красноярске много. Практически любое отделение занимается этими операциями. И в частных клиниках эта операция тоже распространена. В некоторых случаях кисту Бейкера можно пунктировать, вводить в нее различные склерозирующие препараты, надеясь, что она слипнется. Но чаще всего все-таки делают ретроскопию, убирают причину воспаления сустава, его санируют. Одновременно с этим можно это устье попробовать заварить, либо эту кисту прооперировать и удалить. Но часто, еще раз, при исцелении, при излечении самого сустава, самой проблемы в суставе, и киста Бейкера тоже проходит, втягивается обратно и перестает беспокоить. Свои вопросы доктору вы можете задавать по телефону 200-00-65, также пишите в Вайбер или ватсап по номеру 8-923-165-45-00, ну или в любых социальных сетях ТВК. Итоги общегородского субботника, загрязнения рек и вредные выбросы очистящих средств. Подробнее об этих темах в новом выпуске Эко-новостей. Всем привет! Вы смотрите Эко-новости на ТВК. В ближайшие несколько минут вас ждут события из сферы защиты природы. Давайте узнаем новости из Красноярска, России и мира, от которых легче дышать. Большой общегородской субботник прошел в Красноярске. Это первое такое масштабное экологическое мероприятие этой осенью. Акция состоялась 23 сентября и собрала вокруг себя почти 65,5 тысяч человек. Убираться вышли сотрудники предприятий, волонтеры, экоактивисты и любые желающие помочь сохранить чистоту в городе. В итоге, по подсчетам мэрии, красноярцы убрали больше 1300 гектаров территории. Это 7,5 тысяч кубов мусора. Собранные отходы операторы будут вывозить с улиц города и с дворов в течение всей недели. Также красноярцы отмывали стены, памятники, фасады, удаляли незаконные рекламные объявления и граффити. На субботнике также прошли акции по посадке деревьев. Они были практически в каждом районе города. Больше всего растений высадили в советском районе. В целом, зеленый фонд Красноярска за один день пополнился на полторы тысячи новых деревьев. Чистящие средства вырабатывают сотни вредных летучих веществ. Об этом сообщает издание «Ресайкл» со ссылкой на исследование журнала «Кемосфер». Ученые проанализировали 30 чистящих средств, 14 обычных, 9 так называемых зеленых и 7 таких же зеленых без ароматизаторов. Все продукты тестировали в воздушной камере. Сначала наносили средства, а потом делали замеры. В итоге специалисты намерили 736 различных летучих органических соединений. И 530 из них превысили допустимые нормы. Отдельные соединения оставались в воздухе не то что неделями, а месяцами. Кроме того, исследование показало, что те продукты, на этикетках которых есть пометка «эко», не всегда таковыми являются. Специалисты отметили, что они содержат меньше опасных веществ, чем обычные средства. Тем не менее, превышение все же есть. В целом, эти вещества имеют свойство накапливаться в организме человека, а значит, и влиять на дыхательные пути и здоровье в целом. Реки стали быстрее нагреваться и терять кислород. К такому выводу пришли специалисты Пенсильванского университета. Они проанализировали 800 водоемов. В итоге 87% рек стали теплее, а 70% потеряли кислород. Эксперты считают, что если ситуация не изменится, то в ближайшие 70 лет реки будут проходить через периоды с критически низким уровнем кислорода. За этим последует массовая гибель рыбы, а затем и вред самой водной экосистеме. К тому же, считают ученые, все это может негативно сказаться и на жизни людей. Ведь не будет рыбы, многим нечего будет есть, нечем будет торговать. Как итог, под угрозой могут оказаться не только водные животные и растения, но и сами люди. Прямо сейчас на экране вы видите уровень загрязнения воздуха, по данным общественников, за неделю. Наиболее загрязненными районами с 18 по 24 сентября оказались Центральный и Советский, а самыми чистыми стали Кировский и Октябрьский районы. На этом все. Вы смотрели Эконовости на ТВК. Еще увидимся. На сегодня это все новости. Напомню, телефон редакции 200-00-65. Вся последняя информация есть на нашем сайте tvknews.ru. Также подписывайтесь на нас во всех социальных сетях. И помните, ТВК не только ТВ. Субтитры предоставил DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин